всем привет доброе время здравствуйте мы в прямом эфире оликруто в записи к лучам дарзинов поступил вопрос как избежать обмана частности при устройстве на работу вопрос интересный я хочу дать ответ шире чем вопрос звучит как избежать обмана вообще или я немножко переформирую как вам защититься на сто процентов от любой манипуляции любого человека сейчас я вам дам этот способ пользуйтесь и будьте счастливы и так во первых возьмем всем что такое обман что такое манипуляция понимаешь что такое обман что ты имел ввиду когда говорила что люди при устройстве на работу пытаются меня обмануть то есть обман это намеренное введение в заблуждение намеренное искажение информации либо намеренное умолчание совершенно верно два способа и манипуляции это одна из форма обмана в которой манипулятор склоняет вас к нужному ему зачем-то поведению мотивируя вас обманными способами то есть что то есть создавая у вас сложное представление о том что вы получите что потеряете что-то умалчивая или что-то искажая понимание вообще у нас есть что такое обман манипуляции это служит для всех отношений рабочих деловых личных и так далее и форм манипуляции или форм обмана их есть некоторое количество классических со времен царя гороха которые были есть и будут всегда и есть постоянно возникающие формы которые изобретаются каждый день вот до момента когда не было сотовой связи не было блокировки телефонов сейчас появились айфоны некоторые мошенники выманивают данные айкуда твоего потом блокируют твой телефон и то есть манипулирует тобой с тем чтобы ты отправил свои персональные данные блокируют твой айфон и требуют блокировку 7000 рублей или номера скручивают ну ладно скручивание номеров с машины это не обман это другая форма мошенничества люди понятно что такое вот форма обмана форма мошенничества постоянно происходит очень много вы приходите в магазин какой-нибудь который торгует сотовыми телефонами например и вам разными способами навязывают дополнительные услуги повышают чек например в свое время и сейчас тоже во всех практически дорогах сетях предлагают манипулируют так чтобы вы купили дополнительную страховку на ваш приобретаемый товар по закону по закону защите прав потребителей они не так обязаны вам сделать все то что они говорят мы вам сделаем если вы заплатите еще там 10 процентов от суммы товара манипуляция идет на то чтобы вы заплатили больше денег и и один способ защиты от манипуляции защита от обмана это заранее знать все известные способы как вас могут обмануть например признак если при устройстве на работу с вас требуют деньги хоть за что-нибудь копейку сто процентов лохотрон сто процентов обманут кинут никакой нормальный работодатель никогда денег ни за что не берет понятно очевидно то есть как тот человек который предлагает вам работу обосновывает необходимость вами передать ему деньги никакого значения не имеет значение имеет только то что с вас требуется или если у вас просят данные вашего apple айди или если у вас просят данные вашей карточки или если вам приходит эсэмэска звонит берлийма очередь знаете я ошибся у нас сами телефон одинаковый на одну цифру вам вот он пришел скажите мне этот код пожалуйста и подобрать в душе вы лошара короче отправляющего у тебя с яндекс денег списывать так что первый способ это периодически сканировать интернет например какие формы мошенничества появляются и просто смотреть на то насколько то что с вами происходит похоже на эту форму основные которые при царе город их очень много интернет гугл в помощь книга вагина была написана не будет плохо много лет назад любой учебник по продажам возьмите посмотрите как учат людей в основном продавать это все тоже формы это новые формы да понятно не на выбране про царя гороха не рассказать я тебе сейчас сказал гугл тебе в помощь их много временно это трать не будет вы самостоятельно можете второй способ который я вам предлагаю он предполагает что вы можете не знать всех способов мошенничества все как никогда не знаешь потому что каждый новый самая главная здесь это знать чего ты хочешь в каждый момент времени ты хотел сейчас чтобы эти перестал про способы базовые кидалов и с таким возмущением не говорю что шоу вот ты не рассказал про это понимаешь будь я человек неосознанно я это повелся вот блин действительно лежит не сказал сейчас я вам расскажу а я знаю что целью этого ролика является не перечисление этих способов отдача той информации которую я собираюсь дать и которую даю я знаю что я сейчас делаю зачем и как это будет лучше соответственно твою манипуляцию я сейчас не повелся и не потому что я заранее знаю что да надо показать человеку его неадекватность определенным способом вызвать чувство вины апеллировать группе ты головой на людей тут посмотрел детский ты не только меня трёх кидаешь ты всех подставляешь обещал про царя гороху рассказать и применил все и сразу все люди друг другу манипулируют но я не боялся не только поэтому а потому что я знаю что я собираюсь рассказать ничего не собираюсь и в этом есть суть каждый момент времени знать чего ты хочешь и и соизмерять то что происходит вокруг с тем насколько это соответствует сейчас моей личной цели понятная идея людьми очень легко управлять именно всего того что люди большую часть своего времени пребывают в неосознанности и не понимают чего они хотят на самом деле человек всегда будет что-то делать человек всегда будет тратить свои ресурсы время деньги здоровье внимание и усилия всегда и и поэтому любой обман любой лохотрон любое мошенничество но по сути паразитирует на этой потребности человека всегда быть занятым всегда тратить свои ресурсы пока вы неосознанно вас разведут не в этом лохотроне так и в другом так что в прошлый раз у нас был один новый человек он как при переезде в москву сделать так чтобы не кинули живем с работы и так далее универсальный ответ не будь лохом если ты лох тебя кинут и в москве и усилий где ругают если ты не лох тебя не кинут нигде данном контексте не быть лохом означает знать чего ты хочешь если измерять то что тебе предлагают с тем насколько тебе это в карту современной мире первый способ невозможен всего того что вы не запомните все что происходит для этого должно быть сотрудником следственного комитета которым приходят обманутые граждане тогда вы будете заранее знать мошенников второй способ хорош но его тоже уже часто недостаточно в силу того что вы можете знать чего вы хотите но у вас может не хватать осознанности чтобы отдавать себя что-то в том а туда ли меня это ведет то есть человек хочет быть богатым приходит в какую-нибудь сетевую компанию и говорит окей ты будешь богатым но он не искушен он не знает что в сетевом маркетинге богатыми не становится никто кроме кроме перевозки в млм зарабатывают только перевозчики которые физически организуют дистрибьюторские центры они сами не участвуют в системе распределения бонусов они берут со всех одинаковую бонусскую плату за доставку физическую товару и за выдачу на складе обычный традиционный бизнес открываете хотите заработать в сетевом маркетинге открывайте дистрибьюторский центр классический обычный бизнес прогнозируемыми доходами поэтому еще третий способ это совмещение первых двух неплохо бы вам знать как вообще в принципе людей обманывают и но этого недостаточно должна быть осознанность и честность собой потому что очень часто нам очень хочется верить что ну ну это трудно поверить но может быть здесь и я чувствую что здесь не кинут ну а вдруг здесь меня все-таки не кинут я ведь так хочу этого результата которым не обещают и рассказывают ну а вдруг вроде деньги небольшие там 15 тысяч за за машину через год ну почему нет ну а вдруг то есть это уже вы неосознанно вы управляетесь своими страстями своими чувствами эмоциями если вас разводят на эмоции следующим шагом вас всегда разведут на день неважно хорошие ты эмоции как будет круто когда ты на своем мерседесе поедешь ты парень девятнадцать лет значит гормон начать скрывать курс девки все твои так ты сорокалетний мужчина у тебя двое детей и ты детей поставишь хорошее образование им дашь каждому легко управлять поэтому совмещайте первое второе знайте базу и всегда знаете чего вы хотите это полезно не только для того чтобы вас не сбивали с курса те люди которые периодически с места говорят типа расскажи нам про цель огорох или иди туда и послал обосновать просто спасибо я не настолько тупо и так третий третий вопрос предполагает что вы перестанете навык знать что ты хочешь каждый момент времени предполагает также то что вы получаете еще и возможность не обманывать сами себя не обосновывать самим себе почему так а не иначе человек объяснить все что угодно кому угодно с позиции нл высшего разума заговора сионистов или текущей обстановке в этой комнате не надо объяснить просто знаете какую цель вы хотите достичь вопросы по этим есть давайте подумаем лично я против любой манипуляции потому что манипуляция сути есть обман недосказанности кидалов ты же задавал вопрос о том можно ли управлять с помощью страха можно можно пройти с помощью манипуляции можно но у всего есть своя цена если ты управляешь помощью страха тебя будут слушать только до тех пор пока у тебя есть ресурсы за страх обеспечивать я уже объяснял то что он требует постоянного присутствия и кошмарить 100 человек сразу ты не сможешь никак тем более что каждый из них может решить а нахер мне нужна такая работа в страхе все время жить и кидалово любое она имеет оборотную сторону репутационные сдержки большие то есть да окей кинешь 100 человек 200 может кинешь 300 не знаю вот сейчас развеют в эпоху развитого интернета даже в москве где уж никто не дает свою репутацию уже появляются фидбэки уже появляются в том числе на работодатели в том числе на руководителей на всех западных сайтах по поиску работы у меня один клиент московский ныне друг он как раз работают западные конторы москве и вот я выбираю работу вот здесь вот есть анонимный форум работников этого работодателя каждого дела можно жалобы писать можно посмотреть с кем он как раньше общался так что эффективный руководитель он может быть в краткосрочной перспективе в каких-то над какими-то людьми и какое-то время но ставить знак равенства можно с оговорками на какое-то время над какими-то людьми над дворниками то на топ менеджерами нет сто процентов топ-менеджера найти гораздо сложнее чем дворника некоторые позиции на корпорациях годами не закрыты был у меня один клиент руководители кадровые службы предприятия в котором пять тысяч человек трудиться не было на очень экзотическая должность человек должен быть мужчиной знать португальский язык иметь восьмилетний опыт в продажах и быть согласны переехать на работу португалию слишком много факторов годами не могли найти потом наконец-то нашли вот попробую над ним поманипулировать чем человеком который имеет восьмилетний опыт в продажах который знает португальский язык который способен переехать поэтому манипулятором эффективный руководитель где-то да где-то нет но в перспективе долгого сотрудничества общения скорее нет чем да потому что будет большая текучка будет саботаж и никак нельзя заставить человека работать ты можешь стать человеком работать ты можешь оставить его делать это хорошо я только не могу уволить его или терпеть потому что заменить некий ответ ответ на вопрос спасибо еще вопросы есть самое главное знайте в каждый момент времени чего вы хотите и то что происходит вокруг неважно предлагает ли вам кто-то или если вам сами в голову что-то взбрело соизмеряйте это с тем насколько вас это приближает к вашей цели или отдаляет если не уверены посоветуйтесь с кем с тем кому доверяйте доверять следует тем кого вы знаете много лет и кого вы при желании можете призвать к ответу за свои слова не обязательно физически но и морально например я очень ценю свою репутацию мне постоянно предлагается что-нибудь пропиарить прорекламировать у меня не 400 тысяч человек в рассылках как в топовых рассылках российских некоторых блогеров у меня гораздо меньше но зато 99 процентов тех кто меня смотрит слушает и читает это люди лояльны я годами нарабатывал свою репутацию и я не хочу ее так вот сейчас просрать предложив людям какую-то репутацию или смоникулировать в руководстве во всем остальном тоже самое знаете чего хотите и это самое главное пока пока 14 пятьдесят девять секунд